Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем живет Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пейнер. Главная тема выпуска. Проверят каждый сантиметр. На майские праздники в Самаре усилят меры безопасности. Это вам не мяч гонять? Футболисты крыльев советов выйдут на субботник. Не только Бинздрав, но и полиция предупреждает. В регионе изъяли поддельные сигареты на 14 миллионов рублей. На майские праздники площадь Куйбышева будет под усиленной охраной. Это повышенное внимание к безопасности всех улиц и дворов. Спокойствие горожан будут обеспечивать не только силовики, но и муниципальные сотрудники. А водителям и кондукторам автобусов, троллейбусов и трамваев предстоит пройти тренировки вместе с полицией, чтобы знать, как действовать и если случится ЧП. Об этом шла речь на заседании антитеррористической комиссии в городской администрации. Марина Кравцова с деталями. Даже в праздники расслабляться не приходится. Наоборот, внимание к безопасности повышено. Посты охраны усилены в школах и детских садах, домах культуры. Подготовились и на крупных промышленных предприятиях. На заседании антитеррористической комиссии в администрации города представители заводов и теплооснабжающих предприятий. Доложили, усилен пропускной режим. Дополнительно проинструктировали сотрудников. Подключили маршруты предприятий, которые традиционно проходят. У нас в празднике. Необходимо, чтобы всеслуженно, всевозможные предприятия при проведении данных предприятий, предприятия чрезвычайно повышенной безопасности. Значим учебы и иные потребности, которые задействованы в охране предприятий. Дальше мы сможем структировать охранение городского правильного предприятия. Особое внимание к безопасности на площади Куйбышева. Здесь будут усиленные наряды полиции. Но проявить бдительность поручено и представителям МП-благоустройства, которые будут наводить порядок. Под присмотром должен быть каждый сантиметр, в том числе конструкции и архитектурные элементы. А на транспортных предприятиях в ближайшие дни проведут тренировки. Водители и кондукторы будут отрабатывать действия при чрезвычайных ситуациях. Повышены меры безопасности и в метро. Метрополитен оснащен комплексной системой безопасности, включающей систему охранно-пожарной сигнализации, систему охранного телевидения, систему управления контролем доступа и мобильной радиосвязи. Охрана общественного порядка и безопасности станций метрополитена возложена на сотрудников отдела полиции на метрополитене. Наряды полиции, несущие службу на станциях метро, экипированы спецсредствами. Усиленный контроль не только на центральных улицах и транспорте. Проверяют каждый чердак и подвал в жилых домах. Активно задействовали в этой работе управляющие компании ИТСЖ. Глава Самары Олег Фурсов рекомендовал к проверке на безопасность дворов и домов подключить управляющих микрорайонами и общественников. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Почти полсотни деревянных домов в исторической части Самары покрасят во время апрельской уборки. С инициативой вышли строительные компании города. Приводить дома в порядок инвесторы будут за свой счет. Проект имеет все шансы стать новшеством в масштабах всего Приволжского федерального округа. В этом году к весеннему преображению Самары подход особый. По многим направлениям. Для активных горожан, которые участвуют в субботниках, приготовили подарки. Это и дисконтные карты в магазины, и билеты на выставки и концерт, а также на футбольный матч. 22 апреля убираться в обычных дворах будут и футболисты команды Крылья Советов. Они тоже придут с подарками для юного поколения майками и мячами. В состоянии дворов особое внимание во многих районах. Уже приступили к покраске бордюров и побелке деревьев. Кроме того, для озеленения дворов приготовлены саженцы деревьев и кустарников. Их тоже раздадут бесплатно. Глава Самары Олег Фурсов поручил руководителям районных администраций внимательно подходить к этой работе. Причем выходить на уборку не обязательно только в выходные. С этой недели сотрудники муниципальных предприятий будут наводить чистоту и по вечерам. Добивайтесь, чтобы двор выглядел так, как должен выглядеть в идеале. Обрезаны ветки, покрашен побелен бордюр, покрашены мафы, поправлен полисадник, собрана грязь, листва. Вот тогда это работа. Самарские студенты к уборке города тоже уже приступили. Молодежь свои субботники проводит под руководством движения «Чистый город». До 21 апреля порядок наведут во всех парках и скверах Самары. В этот раз студенты добрались и до исторической части города. Андрей Горгуленко продолжит. Бутылки и пакеты на газонах. Расстоявший снег показал, кто где мусор зимой кидал. Студенты самарских вузов вышли помочь городу преобразиться. Среди них Ксения Рябова. Она уверена, хороший пример заразителен. Каждый добровольно это соглашается. Кто-то считает, что это важно, а кто-то нет. Для каждого человека это по-разному реагирует на это. Будем убирать территорию ради того, чтобы сделать наш город намного чище. Субботник курирует экологическое движение «Чистый город». После большой уборки студенты в массовом порядке записываются в ряды организаций, чтобы и дальше участвовать в экологических акциях и поддерживать город в чистоте. Мы активно привлекаем, они активно сами хотят вступить, они хотят как-то принести пользу нашему экологическому движению, чтобы помочь городу. Поэтому да, у нас очень активно все вступают. Сгребать осенние листья и очищать газоны на небольшом участке на Максима Горького вышло почти сотни человек. Многие из них летом станут участниками молодежного форума «Иволга». Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. В Самарской области полицейские изъяли фальсифицированные сигареты на 14 миллионов рублей. Самую крупную партию – 126 тысяч упаковок. Полицейские нашли в гаражных боксах, которые арендовал житель Жигулевска. Партию нелегальных сигарет он закупал через интернет. Что можете пояснить? Это сигареты с завода или это контрафактная товарищная продукция? Насколько я знаю, с завода вопрос с какого. По марке, к сожалению, не эксперт, не могу сказать. Но документы не предоставляли мне при покупке. В итоге заведены уголовные дела на четырех жителей Жигулевска, Самары, Тольятти. По статье «Изготовление сбыт поддельных акцизных марок и знаков соответствия». Теперь им грозит штраф до 700 тысяч рублей или до пяти лет лишения свободы. Полицейские обращаются к жителям региона с просьбой быть внимательнее, обращать особое внимание на подлинность сигарет, проверять наличие акцизных марок. Далее коротко о других событиях дня. Ранним утром в аэропорту Курумыч совершил экстренную посадку самолет рейса Домодедова-Фергана. На его борту 37-летней пассажирки из Узбекистана начались роды. Из аэропорта рожница была доставлена в больницу, а самолет вскоре вылетел по своему маршруту. В Тольятти занеслось снегом, сообщают в социальных сетях местные жители. Горожане публикуют фотографии с заснеженными дворами и дорогами. Вот вам и апрель, комментирует один из авторов. Кажется, у станции техобслуживания прибавится работа, пишет другой горожанин. Отметим, по данным сайта Гесметио, в Самаре на этой неделе тоже возможен снег. Жигулевская ГЭС начнет сбрасывать весенние воды в 20-х числах апреля. В бассейне Кубышевского водохранилища началось половодие. Как сообщают представители предприятия, за прошедшую неделю боковой приток воды вырос в шесть раз. Станция готова к прохождению большой воды, отмечают представители Жигулевской ГЭС. Все подготовительные мероприятия к паводку ведутся в строгом соответствии с графиком. В Смышляевке и Зубчениновке временно закроют железнодорожные переезды. Будут недоступны следующие участки. 1118 километров в поселке Смышляевка и 1115 километров в поселке Зубчениновка. У переездов разместят информацию с указанием конкретной даты закрытия и установят знаки объезда, сообщают в администрации города. В день Великой Победы 9 мая каждый может почтить память героев Великой Отечественной войны, став участником акции «Бессмертный полк». Для этого нужно изготовить портрет участника Великой Отечественной войны в формате А3 или А2, поместив фотографию на плотную основу. Построение «Бессмертного полка» в Самаре будет происходить 9 мая с 9 утра в течение часа. Ориентировочно с 10.15 участники акции начнут выстраиваться на улице Молдогвардейской в одну монолитную колонну. Бессмертный полк выйдет на площадь Кубышев сразу после того, как по ней пройдут воинские расчеты и военная техника. Слышать сердцем. В Самаре началась неделя добра. Школа-интернат для детей с нарушением слуха принимает гостей. Сурдопедагогов, представители коррекционных школ России, Белоруссии, Казахстана, а также Союз женщин России, который и выступил организатором встречи. Как социализировать ребенка с ограниченными возможностями, как помочь ему справиться с трудностями, расскажет Марианна Мирная. Как заплести красивые косы и сделать стрижку, вырезать шишку из моркови и приготовить многослойный витаминный коктейль. Полезным навыком на мастер-классах воспитанников школы-интерната номер 117 обучают студенты колледжа сервиса технологии дизайна. Ребята с нарушением слуха быстро осваивают новые умения. Да и студентам есть чему у них поучиться. В прошлый раз в качестве волонтера школьник из этого интерната показывал нам обычный перевод обычных слов. Мама, папа, небо, любовь. И может быть потому, что уже на общей волне сегодня разговаривают в прямом смысле слова студенты и школьники. И поэтому понимают друг друга глазами, чувствуем, сердцем, просто добром. Инклюзивное образование развивается в Самаре внушительными темпами. На международной конференции собрались представители коррекционных школ России, Белоруссии и Казахстана, чтобы поделиться опытом в вопросе социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня общество не готово принять инвалиды как равного. Отсюда ребенок с ограниченными возможностями здоровья должен доказывать свою состоятельность. Но жизнь меняется. Наша Самарская губерния – там и большой пример. Ситуация меняет. Дети массовых школ уже желают с нами общаться, соревноваться, быть вместе. Таким образом решается эта социальная проблема. На память о дружбе плакат с отпечатками ладоней, который оставили представительницы Союза Женщин России. Они уверены, чужих детей не бывает. И если у тебя есть возможность помочь, это обязательно нужно сделать. Мариана Мирная, Сергей Баскин. События. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты готовят сюжеты к следующим эфирам. Готовность по всем фронтам. Спасатели проводят учения в преддверии паводка и летних пожаров. От вагона до перона Куйбышевская железная дорога презентует новый музей. Да будет свет! Самаре открылась выставка, посвященная электрификации страны. Актуальная тема «Откровенный диалог» в четверг 20 апреля в 19.30 сразу после вечернего выпуска события в прямом эфире нашего телеканала выйдет программа с участием главы Самары. Вопрос Олегу Фурсову можно будет задавать по телефону 202-11-22. Ну а наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся!